С эпохи Великого переселения народов на западе Великой степи кочевали тюркские народы. Гуны, Авары, Хазары, Булгары, Половцы, Кыпчаки. Этот регион был чужим для славянских племен. Но некоторые славяне, в поисках вольной жизни, уходили в дикую степь. Они перенимали привычки и военный уклад степняков. После упадка Золотой Орды и расширения Московского государства это пограничное население принималось на царскую службу для охраны границ. На них не распространялось крепостное право, и выделено отдельное сословие, казачество. При этом название казак имело тюркское происхождение. Так называли вольного человека, самостоятельно кочевавшего в поисках удачи. Отсюда шло понятие казачьей вольницы. Сами казаки, несмотря на язык и православие, не признавали себя русскими, считая техподневольными, мужиками. Царское правительство использовало их как внутренних карателей. Захватившие власть большевики ликвидировали казачьи сословия, и заодно переименовали туркестанский народ казаков в казахов.